здравствуйте в эфире эхо недели в студии александр жарков у нас сегодня в гостях депутат законодательного собрания владимир фролов владимир иванович на этой неделе происходило много интересного вокруг скажем так позиционных партий да но если по порядку сделал некоторые высказывания лидер оренбургского регионального отделения партии кпрф до владимир новиков и вот среди таких высказываний например я подготовился взял он речь идет об отказе коммунистов от протестных действий то есть акций митингов то есть как от коммунистов такое услышать как-то вот но непривычно что ли вот как вы оцениваете это ну как говорил владимир григорьевич мне лично по этому вопросу он этого не говорил он имел ввиду другое я не знаю я же не был на их конференции партийной я не думаю что скажем так обком кпрф значит может принимать решение о значит отказе от протестных действий отказ от протестных действий это фактически нарушение своего устава а значит партии еще одна одной ситуации вот вчера мне приглашал главный федеральный инспектор значит для разговора гаврилина сергей анатольевич и вот как бы настаивал значит в разговоре о том что начну не надо проводить протестные акции ну зачем вот времени спокойная понимаете надо консолидироваться но я-то говорю что за счет ветеранов консолидироваться за счет инвалидов за счет многодетных семей может другом варианте консолидироваться взятие деньги выведены в офшоры значит на счета иностранных банков принять политическое решение и заставить олигархов вернуть россию может это нужно решение а не другое поэтому насчет протестных действий я одно могу сказать ему вчера сказал справедливо россии как проводила митинги так и будет добиваться того чтобы значит вопрос о компенсациях по услугам жкх для ветеранов инвалидов в это кричаще дикое время сейчас был и решен мы соответствующим после проведения митинга в значит марте месяце мы внесли закон законодательное собрание его отказались принять закон который восстанавливает компенсации всем и в этом категории включаете приватизированное жилье включает исключение то есть включение компенсации на содержание текущий ремонт жилья компенсации которые исключены сегодня из законодательства это значит исключение нормы по квадратуре метра который они привязали извините вас перебил про еды к много говорили да и как бы все понимают что и дальше будут проходить какие-то протестные акции но возвращаясь к новикову да вот он говорит что не не озвучивал эту фразу а значит кому-то это нужно нужно было чтобы в сми распространилась эта информация ведь обсуждается до сих пор ну вот мне кажется что владимир григорьевич должен был ясно высказать это в средствах массовой информации что либо те журналисты или средства массовой информации которые присутствовали у него а скотина конференции он наверно кого-то приглашал почему там калманта и выступает другие так далее причем дают очень точные как бы сказать своего формулировки его выступление поэтому я только единственно как и знаете как и по компенсации прошу значит все таки открыть карты всем как голосовали депутаты коммунисты закон о компенсации как голосовали каждый депутат депутат от лдпр как голосовали закон о компенсациях 2 декабря прошлого года опубликовать вот что я прошу их они этого не сделали мы 23 марта собрали средства массовой информации все кто хотел мы раздали соответствующие значит протоколы протокол заверенный председателем законодательном собрании грачевым о голосовании каждого депутата нашей фракции справедливой россии и мы открыто говорим что три депутата нашей фракции я юсупов и осяев голосовали против данного закона вносили соответствующие поправки и только наши поправки рассматривались по этому закону и один депутат воронин я его начну называю 34 чена фракции единой россии значит голосовал но они являются членом партии мы его центральный совет партии еще исключил из партии три года назад вот значит он голосовал как единая россия так вот я и просил чтобы было известно всем жителям оренбургской области опубликовать в своих газетах или в средствах массовой информации области результаты голосования каждого депутата чена фракции кпф и лдпр до настоящего времени это не сделано понятно владимир а вот если ладно новиков не внес где-то ясность какую-то да что он говорил что не говорил но вот на одном из интернет-порталов допустим звучит следующая фраза про пятую колонну и знаете она буквально это как бы кремлевская шаблонная фраза такая да вот я процитирую сегодня политические силы расставлены так что помимо системной оппозиции есть еще и пятая колонна который представляет алексей навальный и другие они подпитываются от запада и ставят своей целью организацию майдана в нашей стране чтобы к власти пришли и такие молодчики вот эту фразу да новиков подтверждает что говорит но почему именно вот так же как ее говорят кремле в кремле или представители там тоже единая россия ну есть установка значит говорить так так и говорят значит вот я одну могу сказать мне таких установок округой для регионального отделения не сергей михайлович миронов не значит кто-либо из государственной думы ничего не шлет и никаких указаний вот счет навальных или кого-либо мы не имеем мы имеем четкую позицию в отношении праймерисы нам запрещено в каким образом любому члену партии справедливой россии участвовать праймерисы единой россии значит в этом случае человек должен положить партийный билет на стол и быть исключен либо сам уйти вот это вот это есть других указаний в отношении мы не имеем что касается отношениями моего к пятой колонии я уже не раз говорил что пятую колону я лично считаю это нынешнюю власть партии единая россия поэтому что говорить о навальном навальным он сегодня не в парламенте вот и о какой пятой колонии он имеет ввиду речь вот я не знаю а как вы относитесь к словам опять же новикова о том чтобы оппозиционным партиям объединиться вокруг кпрф опять же эту фразу моих подтверждает да что он это говорил другие партии если хотят благо для своей страны могут объединиться вокруг нас но это невозможно по закону политических партиях давайте вот не лукавить конкретно говорить что каждой партии в своем уставе ставит задачу задачу завоевание авторитета среди населения российской федерации или там региональное отделение партии среди жителей оренбургской области но я так понимаю он имел ввиду ту ситуацию которая сложилась несколько лет назад когда вот с лдпр как тут вместе да ну ведь и лдпр и справедливая россия это парламентские партии мы имеем соответствующие фракции в государственной думе ну как мы можем объединяться допустим под флагом кпф хотя я красному флагу ничего против не имею мой отец прошел фронт и воевал под этим флагом и я вырос в советское время и мне ближе флаг советский красный чем нынешний трехцветный имперский николаевский значит поэтому в данной ситуации в данной ситуации я не знаю вообще логики его выступления по этому вопросу значит допустим я вот никогда ну честно отвечаю никогда не голосовал за кпф я никогда не голосовал за единую россию у меня есть на на это значит соответствующие убеждения принципы я никогда не голосовал за президента ельцина я никогда не голосовал за президента путина поэтому наверно как бы сказать и партии которые сегодня идут в государственную думу или законодательное собрание оренбургской области имеют свои программы и никакого объединения вокруг кпф с точки зрения логики партийного строительства не может быть и речи поэтому мне кажется это популистское такое заявление ну с точки зрения но для других не парламентских партий вроде но и другие не парламентские партии не могут то что по закону запрещено членом других политических партий быть кандидатами в депутаты допустим списке справедливой россии или в любой другой партии запрещено законом а значит об избирательных права граждан и прав гражданами части референдума только беспартийные могут попадать в списки и у нас они есть эти беспартийные люди но в целом вот к чему вы больше склоняетесь сначала появилась одна информация что новико сказал то 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 потом спустя несколько дней появляется другая где новиков говорит этого я не говорил этого не говорил а вот это вот я говорил это вот какой-то ну ажиотаж такой и на этой неделе создан в принципе ну он создан сам на самим наверное как бы поведением руководителя когда выступаешь на конференциях да надо четко говорить свои позиции мысли чтобы они были понятны и для журналистов и для членов партии там делегатов конференции же была конференция по избранию делегатов я так понимаю региональной организации кпф на съезд партии который будет выдвигать скажем так кандидатом в депутат в государственную думу от кпф вот они избирали делегатов и он видимо как бы рассматривал вот позицию своего регионального отделения в контексте тех политических событий которые происходят стране ведь он является председателем сегодня альтернативного правительства от новиков и мы не возражаем вот мало того я хочу сказать когда срок его полномочий подошел в январе месяце этого года и значит и катасонов и другие начали мне говорят вот ну как бы у наше есть положение вот значит и в данном случае надо владимиром твоя очередь я говорю знаете вот выборы может быть не будем сейчас менять конструкцию альтернативного правительства оставим все как есть а пройдут выборы и с 1 января следующего года я готов приступить к этим обязанностям и вот как бы на этом на этом ну конечно при согласии владимир григорьевич поэтому вот на этом как бы вопросе мы и остановились альтернативное правительство она действует она действует вы знаете вот буквально значит вчера значит вчера позавчера да было заседание областной избирательной комиссии мы накануне встречались накануне встречались тремя партиями обсуждали вопрос консолидации наших действий членов избирательной комиссии на выборах председателя заместителя председателя областной избирательной комиссии и секретаря я предложил консолидировано всем нашим членам а значит проголосовать за своих кандидатур ну первой позиции поддерживаем ли мы ту работу областной избирательной комиссии не на льва давай александр юрьевич в лично а именно на практику соблюдение законности оперативность решения вопросов ну и так далее значит вот поддерживаем или нет вот ночь давайте об альтернативном правительстве мы подробнее поговорим во второй части программы сейчас мы прервемся и совсем скоро вернемся в эту студию итак мы продолжаем в эфире эхо недели у нас гостях владимир фролов депутат законодательного собрания оренбургской области владимир владимир иванович мы сейчас вами говорили об альтернативном правительстве да мы чуть чуть позже к этой теме вернемся но потому что есть вопросы скажем касаемые лдпр до сначала кпрф как-то про прогремела так немножко скажем в среду значит лдпр на привокзальной площади когда приехал спецпоезд когда выступали депутаты госдумы с транспарантами пришли химич бенцман да рейзлер и значит была такая немножечко ну не то чтобы потасовка но такие наверное неприятные может быть момент для организаторов этого поезда скажите как вы считаете они вышли по своей инициативе или этим процессом кто-то руководил я считаю что этот процесс руководимый уже давно с момента как бы начин начала выступлений руководит фракции лдпр рейзлера значит о несостоятельности скажем так депутата госдумы катасонова необходимости замены его как координатора регионального отделения я я высказывал свою позицию в соцсетях я считаю что координацию этих действий осуществляет депутат государства думы елена владимировна афанасьева вот как член совета федерации от губернатора потому что она не раз заявляла негативные оценки к катасонову вот я думаю что все что происходит сегодня в лдпр это срежиссированная в кабинетах чиновников партии единая россия я думаю что из соизволения губернатора берга вся эта компания на дискредитацию катасонова лично потому что им лдпр честно говоря по большому счету не интересно им нужно убрать с моей точки зрения с пути сергей михайлович катасонова как они убрали на выборах губернатор рейнбургской области сегодня он опасен потому что катасонов достаточно яркий политик в том числе в государственной думе он имеет кроме своей позиции которую мы разделяем значит по некоторым вопросам не по всем мы видим и естественно возможности большие катасонова в отношении организации предвыборной кампании в государственную думу на территории оренбургской области в том числе финансовые и организационные финансовые вот этого не боятся значит поэтому все что их штабы со мной тоже беседовали на этот вопрос понимаете чтобы вот мы региональное отделение справедливой россии это шлет катасонова и может быть даже по дискредитировали где-то нет ну вы понимаете поделого со мной не будет разговора потому что я чек открытый если я был там вчера у гаврилина до главного федерального спектра я могу вам дословно сказать что он мне говорил и что я ему сказал мне нечего скрывать а что касается значит того что значит вот действие других скажем так должностных лиц правительства то они просто намекают от нее ну зачем а если не секрет только вам подходил кто у нас был разговор с председателем законодательном собрании грачевым он сказал что он будет отвечать за избирательную комиссию партии единая россия в этом году ну я его поздравил с тем что доверяют ему как бы сказать понятно что он будет идти идет на председателя законодательного собрания от единой россии мне тоже понятно и собственно говоря что скрывать в данной ситуации я ему сказал что я возглавлю список вместе сергея михалыча мироновым свой список и пойду в 13 избирателем 1 мандатом округе значит для подтверждения конкретно павел значит ну скажем так не просто рейтинга до которые там я имею а поддержки у моих избирателей в 13 ленинском избирателем округе возвращаясь к л дпр да вот эта ситуация которая произошла в том числе на привокзальной площади она в какой-то степени напоминает это знаете как при разводе супруги развелись и вот именно на публику начинают друг друга грязи поливать в итоге никому бонус это не приносит в этой ситуации ведь по сути тоже никому плюсов да тем более химичу рейзлеру здесь я и я не знаю не вижу никаких вообще плюсов в этом ну просто не инструмент инструмент но инструмент ведь как понимаете они тоже не хотят быть остая остаться после этих выборов на периферии и для них я считаю вопрос торга очень уместный вопрос с нынешней властью для того чтобы торговаться надо что-то предлагать ну один из вариантов этого как раз главный вопрос это выхода из партии да у нас же тоже мы проходили справедливой россии несколько лет назад когда целая кампания была организована с участием фактически вторых лиц правительства области в том числе и законодательного собрания во всем в этих тех провокациях и попытки разрыва руководства партии справедливо у здесь кстати да я поначалу говорите есть какая-то аналогия сейчас и тогда фролов митинг методы они остались те же дискредитация противопоставления вырывать по несколько человек вокруг того или иного лидера пытаться через них дискредитировать его вот затягивать всевозможные суды и разборки и так далее так далее подключать все государственные областные средства массовой информации значит газеты и а значит это тиражировать на всю оренбургскую область чтобы понизить рейтинг этого человека и ударить в целом по всей ситуации что вот видите как оппозиция они сами не могут разобраться в своих партиях региональных отделений а вы на них чего-то там рассчитывать вот это вот идеология она есть она присутствует разделяя и властвует этим очень широко пользуются первые лица правительства оренбургской области у меня достаточно примеров в том числе и вы знаете и могу самый такой яркий привести не только там ситуации в региональном отделении когда по решению президиума центрального совета меня был принято решение мне возглавить ну если есть решение но исполняет решен партии нет надо устроить провокации разборки все остальное что-то сейчас за должности идет борьба у них задолженности после выборов в государственную думу и законодательном собрании оренбургской области задолженности вокруг скажем так правительства в значит в соответствующих муниципальных образованиях вы можете посмотреть где митинг сегодня где был как там и так далее другие и другие я это понял ну как в таком случае возвращаясь к интернативному правительству если партии где-то внутри себя разобраться не могут где-то там появляются какие-то высказывания которые потом опровергаются или там не опровергаются справедливо россии вообще не слышно не видно как же вы все вместе в таком случае в альтернативном правительстве выживаетесь может быть поэтому в сми теперь об этом ничего не говорится и никуда никто не выезжает не освещается 10 вот справедливо россии что значит не слышно не видно у нас разборок нет у нас нет разборок мы этот этап прошли те кто был не согласен мы сказали он дверь он как говорится там порог но как в альтернативном правительстве вы в таком случае ужевать если там кто-то между собой внутри себя не может разобрать ну внутри себя мы же не будем вникать какая ситуация в лдпр зачем вот мы не можем и не должны вникать в ситуации в лдпр мы справедливо россии и также мы не должны вникать ситуацию в кпрф это их внутреннее дело другое дело когда они нас начинают касаться справедливой россии что мы там не на той стороне находимся здесь мы им говорим товарищи нет это не дело нас быть арбитрами в вашем споре разбирайтесь внутри партии вот и все это такова наша позиция позиция любой партии должна быть так но ни в коем случае власти нельзя подыгрывать со страны кто-то хочет подыграть чтобы получить какие-то дивиденды вот пример мы начали я говорю вот был избрание председателя избирательной комиссии 12 человек членов комиссии трое из них оппозиция если мы заявляем последовательно что мы не согласны с действиями избирательной комиссии а ведь каждый выбор мы заявляем о нарушениях и не принятие мер страны избирательной комиссии не прокуратуры не увд а конкретно избирательной комиссии так вот возникает вопрос если вы голосуете за председателя который олицетворяет это стиле работы эту как бы сказать норму поведения значит вы согласны это тоже самое пока компенсации если вы не голосовали или там голосовали за то чего тогда вы выходите на улице и голосуете и сегодня призываете к массовым акциям протеста мне непонятно как не понятно другим людям поэтому в данной ситуации мы считаем что мы оказались одни вот при голосовании против председателя областной избирательной комиссии только наш член комиссии леонова людмила геннадий проголосовала в соответствии с решением нашей партии голосовать против это тайное голосование и также по всем кандидатурам она проголосовала против избрания заместителя председателя и секретаря значит потому что они не допустили по нашим предложениям которые мы не внесли накануне заседания о том что были альтернативные кандидатуры и леонова и цулай и защиту урматеев нет они отказались включить тогда почему мы если вы не хотите включать от оппозиции альтернативно даже мы понимаем вас большинство настроя о вас извините 9 вы все равно своего проведете правильно так чего же вы боитесь этого этого даже боитесь нет альтернативное правительство она скажите она существует потому что что-то делает или существует потому что его отказаться от него ну как ты не про конечно конечно делает вот сейчас мы готовим акцию по блузкому бору опять поедем всеми тремя партиями мы проводим все акции протеста вместе если обратили внимание по компенсации если это затрагивает интересы сегодня скажем и нам нужно усиление нашей позиции мы обращаемся в лдпр мы обращаемся и в кпф и у нас есть правило лично никого из руководства партии не новикова не мирохина а значит не и руководителей партий других я имею в центральном они не зюганова вот то что говорил новиков недостойные нельзя говорить про жириновского свои мысли свою позиции значит на конференции если ты находишься председателем альтернативного правительства и поносишь жириновского ну так нельзя делать вот и тогда не тогда не надо входить в альтернативное правительство я и могу иметь и партия может иметь свое мнение в альтер отношении и зюганова и жириновского но я никогда не обозначу позицию партии на чем в отношении этого человека руководителя этой партии значит с тем чтобы это мнение было доведено значит общественность этого нельзя делать планировать буквально там 40 секунд нас остается до конца кроме протестных акций альтернативное правительство чем-то еще занимается буквально 30 секунд остается конечно значит то есть многие вопросы которые мы вместе делаем вместе во первых я обращаюсь к сергей михалычу он помогает очень серьезно как депутат государственной думы значит то есть мы если обращались там по тем или иным вопросам он всегда пробивает ну во всяком случае знаете активно в общем вы внутри находитесь этого до его я обращаюсь к новику на поддержке допустим вот мой закон идет там я прошу оливочи идет мой закон значит такой-то такой-то я прошу тебя поддержать время заканчивается то есть вы уверены что правительство альтернативное действует работа от него есть туда все спасибо большое мы на этом заканчиваем нас гостях был владимир фролов депутат законодательного собрания до свидания спасибо